Пиксель-шмиксель, братан. Здорово, вы. Это был Герасим. Так прекрасен мог быть только человек, не дали как час назад причастившийся святого источника. Хали и Гали определенно были в куражах. Я с первой секунды понял, что у меня есть хоть ничтожный, но шанс. Ну что, какими судьбами? Да вот Чукчу жду. Ты не видел Чукчу? Чукчу? Не, не видел. Полковник Асбур вилял, вилял. Кинул меня, значит, Чукча козел. Я удивлялся своей самой искренней ненависти к бедному Чукче, которого не видел уже неделю или больше. Да, плохо. Пиво будешь? Да нахер мне твое пиво. Ты мне еще пряник предложи, ходишь, хлебальником торгуешь, а что, наркомана никогда не бьешь под кайфом? Ассади, тебя Чукча швырнул. Вот с него и спрашивает. Ты с кем так разговариваешь? Чукча коншин. Это весь город знает. А что, давно его потерял? До часа два. А много денег дал? Да какая разница, если их все равно больше нет. А у кого Чукча берет? Вот видишь, Гера, опять ты понтуешься. А у кого тут берут? А с чего ты взял, что у нас есть? Ладно, на нет и суда нет. Дай хоть пиво глоток. Держи. Господи, помилуй нас грешным. Аминь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Видишь, Гера, чтобы открыть одну бутылку, нужно другую иметь. В смысле? В смысле, рука руку моет. В смысле? Я говорю, чем бы ты открыл одну бутылку, если бы у тебя другой не было? Мажор. Герасим. Герасим. Пожалей меня, помираю. Но у тебя же нет денег. Да если бы у меня были деньги, разве я просил меня пожалеть? Я б тогда сам всех жалел. Пожалеть я тебя могу, а помочь навряд ли. Если бы в ту минуту я знал, что это поможет, я зарыдал бы в голос и даже рухнул перед ним на колени. Но меня остановило не самолюбие, нет, а какое-то странное и не весь откуда взявшееся предчувствие удачи. Теперь надо было только не спугнуть фортец, чего легко можно было достичь публичной истерикой. Но в то же время быть эмоционально убедительным, помня о Герасимовой округлой душе и узкой черепной коробке. Здесь нужна была не истерика. Слушай, Гера, ты знаешь, что у меня нет денег, я знаю, что у тебя есть лекарства, но ты не знаешь, что у меня будет завтра, ты понимаешь? Слышь, знаешь, не знаешь. Слышали мы это все. Главное, Галка тоже слышал. И про завтра слышал. Ты мастер только вилами по воде писать. Вот завтра будут филки, завтра и приходи. Ты зачем Чукчей башлял? А? Хали-гали бы зашел, поплакался. Сам знаешь, путевому пацану не дали бы помереть. Что, в первый раз, что ли? Чукча самое в два раза больше должен. Вот он и рванул в деревню к унакам своим. Потому что сейчас нигде не возьмешь, кроме как у джигитов тамошних. Но его могли и хлопнуть. А дурять не надо. Слышь, ты только что грозил Сачукчу порежу. Пик, а ты не чешешь насчет Чукчей? Как перед Богом наркоманским, Гера. Если его не мусора забрали, я его порежу. Тянуть паузу было опасно для жизни. Герасим, у тебя есть что-нибудь святое? Ты это Учукчей спроси, когда его резать будешь? Меня на понятия сажать не надо. Я 15 лет в лагерях сидел. Я сам святой. Понял? Понял. Вот, я тебя и прошу как святого. Дай мне до завтра дожить, чтоб я смог галп и долг вернуть. Ну, ты тяжелый, Пик. Я? Я тяжелый, Гера? Я тебе как брату старшему отвечаю. Что за... Да, не мельтиши. Завтра. Завтра стыдно будет. Вот что завтра будет. Ты что думаешь, я здесь с тобой сижу, потому что ты мне про завтра рассказываешь? Я с тобой сижу, потому что у тебя стыд есть. Ладно. Я ж с тобой. Пойдем. Есть у меня счету. Пополам сделай. Пиво не забудь. Вот вы достали наркоманы проклятые. Ладно. Спасибо за просмотр у меня. ád